С 1 сентября вступят в силу изменения в закон о защите прав потребителей. Теперь продавцам будет запрещено собирать с покупателей персональные данные, если те не захотят их раскрывать. Это правило касается в том числе и интернет-магазинов. По требованию покупателя продавец будет обязан устно или письменно объяснить, зачем ему нужна эта информация. Если же магазин откажется обслуживать покупателя, который не хочет предоставлять личные данные, ему будет грозить штраф. Например, продавцы теперь не имеют права ограничивать покупателя в способе оплаты и требовать, чтобы тот расплатился только наличными. Ограничивать право потребителя требовать замены или возврата денег при обнаружении недостатков в товаре или услуге. Нельзя уменьшать размер законной неустойки и навязывать дополнительные услуги. Теперь потребитель может согласиться с дополнительными услугами, но для этого ему должны четко, однозначно, ясно сказать, что это за дополнительную услуга, что она будет введена, согласен он на нее или не согласен. 1 сентября работодатель будет обязан уведомлять Роскомнадзор о работе с персональными данными сотрудников при оформлении гражданско-правового договора или оформлении пропуска для входа на территорию. Раньше очень многие организации не подавали соответствующие уведомления обработке персональных данных, им было это разрешено. Однако вот с 1 сентября все абсолютно организации, все индивидуальные предприниматели, кто заключает трудовые договоры, то есть имеет работников, кто принимает оплату от физлиц на сайте, кто даже просто, например, если салон красоты обрабатывает данные физлиц для того, чтобы смс-ки им рассылать с напоминанием о следующем визите, все, кто обрабатывает таким образом персональные данные, обязаны будут подать соответствующие уведомления в Роскомнадзор. В стране запретят сбор биометрических персональных данных у подростков. Это фото, видеозапись, отпечатки пальцев, результаты тестов ДНК и прочее. Совершеннолетний сотрудник также может отказаться от предоставления биометрических данных, и работодатели обязаны учесть эти пожелания. С 1 сентября в России значительно изменится правило охраны труда сотрудников. С первого осеннего месяца порядок обучения по охране труда не будет распространяться на индивидуальных предпринимателей и физических лиц. При этом рабочие будут учиться оказывать первую медицинскую помощь не реже одного раза в три года. Изменится и порядок расследования несчастных случаев на производстве. Заседание комиссии по расследованию опрос очевидцев и потерпевшего будет возможен по видеоконференцсвязи. В сентябре некоторые работники снова смогут получать молоко за вредность. Это касается тех, кто взаимодействует на работе с химией, включая красители, микроорганизмы, споры, живые микроклетки и радиоактивные соединения. С 1 сентября вступает в силу закон, который запрещает делить жилье на доли меньше 6 квадратных метров на человека. По словам экспертов, закон вызывает больше вопросов, чем ответов. Честно скажу, этот закон порождает большое количество проблем для тех, кто уже владеет такими долями и для тех, кто станет их владельцами в будущем, например, в порядке наследства. Потому что если мы буквально читаем закон, ничего с этими долями, по сути, сделать будет нельзя. То есть ими можно будет только владеть, но их нельзя будет ни дарить, ни продавать. То есть пока непонятно, как будут защищаться права таких собственников в будущем. А вот сменить управляющую компанию станет сложнее. Для этого понадобится собрать не 25 процентов голосов всех собственников жилья, а в два раза больше 50 процентов. Соответствующие поправки в жилищный кодекс вступают в силу в первый день осени. Из своего личного опыта я могу сказать, что сменить управляющую станет тогда практически невозможно, потому что жильцы в принципе не очень охотно ходят на собрание. А так, чтобы из пришедших оказалось еще и 50 процентов собственников, и все они проголосовали за смену, ну действительно посмотрим, как теперь вот на рынке управляющих компаний эта норма будет реализовываться. Также 1 сентября вступают в силу поправки в закон о рекламе. Теперь вся цифровая реклама должна будет маркироваться и учитываться в специально созданном для этого реестре. Скрытая реклама будет запрещена. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Николай Сидоров. События.